всем привет меня зовут катя и вы на канале ароматик бабл сегодня вместе с вами я буду собирать два букета букеты огоньки как пишет мне на днях моя заказчица катя мне нужны букеты огоньки к пасхе я сначала не поняла что такое букет огоньки спрашиваю с лампочками что ли внутри светильники она такая нет так чтобы они были яркие как солнышко ну вот я уже не раз вместе с вами собирала такие интересные заказы ну в общем что я и предлагала изначально чтобы они были весенние на пасху что такое нежненькое я и предлагала вот в таких вот стаканчиках собрать как раз вот декорировала несколько стаканчиков всякие разные цвета в итоге она отказалась сказала не то вот я как бы вижу совсем по-другому в итоге мы с ней сошлись на вот такой вот скорлупе это гипсовая форма отливала из гипса два вот таких вот подсверстника в общем значит будем мы делать два букета небольших как вы видите да вот такие вот небольшие будем мы собирать в них два букета должны быть похожими но разными так значит что у нас одинаковое в этих букетах будет это вот такие нарциссы и мускари мускарики это будет у нас одинаковое в двух букетах а отличаться они будут вот на такие вот желтенькие цветочки это вербейник это тюльпанчики вот таких 33 тюльпана разная степень открытия цветочка и также добавим сюда птичку птички у меня разные одна повернута в одну сторону другая в другую в общем посмотрим на какую сторону их лучше сделать поэтому букетики получатся у меня в принципе одинаковые но разные так из зелени буду подготовила очень много тут всякой зелени за кадром она находится показывать сейчас не буду потом уже в ходе работы покажу вам самое главное на задний план то есть это у нас будет задней стороной нашего букета будут вот такие вот павлинием перышки такая вот зелень она с патиной очень красивая ножка слишком длинная для этого букета поэтому я ее буду обстригать и вставлять в наполнитель в качестве наполнителя у меня выступает пенопласт здесь толщина у меня пять сантиметров но я немножечко обрезала чтобы не слишком возвышался чтобы цветочки немножко утапливались внутрь этого кашпо и закрылась зале так цветы и птичек я буду одевать либо на деревянные шпажки либо на зеленые стебли сейчас мы это все посмотрим также я посмотрю может быть я пущу где-нибудь местами что-нибудь такое типа ствола куда мы посадим этих птичек ну это все по ходу сборки потому что в голове вроде как есть такое представление как это будет по ходу собирания букета вдруг вдруг что-нибудь изменится поменяется и вообще придется совсем другие цвета цветы перезаливать так ну давайте начнем с какого-нибудь букетика с одного из них букетики должны быть нежными для пасхи и в то же время яркими поэтому вот у нас такие вот огонечки ярко-желтый цвет первым делом мы с вами установим зададим акцент наших букетов смотрите зелень вот эти вот веточки да они кто куда искривляется во первых какая-то штука как еще кстати можно поправить вот если вот бывает да вот такая вот ветка видите загнулась как-то не очень хорошо можно подержать над паром а можно вот вместе где искривляется вот это вот зеленушка сейчас я ее отделю так чтобы ничего другое нам не задеть вот видите как-то совсем не туда куда надо так и я буду использовать клей-пистолет и просто подносим и подкладываем под зелень в этом месте зелень становится мягенькая и можно с ней делать все что угодно вот видите как она у меня стала потоньше вот возвращаем ее на место подержим немножко пальчиками чтобы пластик остыл все и мы реанимируем эту веточку это целое так ну вот так вот вот так так это возвращаем обратно все вот такая вот у нас зеленушка так для того чтобы эти хвостики нам ставить я шпажкой сделаю прокол вот так вот теперь наносим сюда на ножку горячий клей и вставляем в этот прокол вот так все наша зелень зафиксирована ничего с ней теперь не случится даже если куда-то я буду отправлять этот букет все останется на месте но вроде транспортировка у нас не планируется но на всякий случай да то есть если вдруг куда-то надо будет отправлять эти букеты то с ними ничего не случится вот так вот выглядит с обратной стороны все аккуратненько так и начнем мы с самого главного это у нас основной акцент это нарцисс он будет у нас центре букета где-нибудь сзади будут мускари возвышаться до как-нибудь лесенкой и либо справа либо слева у меня будут вот такие вот желтенькие вставочки так нарцисс вставляю немножко под наклоном так чтобы он меня смотрел как раз немножечко левее от вот этого павлиньего пера чтобы не четко по середине было так вот такую не яркую зелень я буду использовать это низенькая и вот так же вот такие вот пушистики у меня будут такие верх возвышаться эти букетики небольшие поэтому тут даже скорее всего возможно даже придется их немножечко обрезать и точно так же как и вот этот листик будем наверное вставлять просто внутрь или опять же из-за того что здесь у меня наполнитель к нему очень хорошо приклеиваются вот эти вот все веточки и плюс потом еще поджимаются шпажками с мылом поэтому сейчас посмотрим как у нас тут будет лучше все это смотреться там где мне не подлезть там где не подлезть то можно приклеивать на клей просто подводите под мыло она у нас уже установлено папа эти капельку клея и заводите под цветочек специально не одеваю на шпажку или на проволочку вот эту зелень потому что она будет слишком возвышаться видите у меня шпажка уже утопилась туда вот и если бы я одевала то они слишком торчали а мне это не нужно так ну давайте наверное первый у нас будет букет с тюльпанчиками и мы сейчас с вами сюда попробуем расположить для тюльпана кстати можно использовать вот наши дежурные листики розы они как раз под зажмутся и будут отлично смотреться смотрите как красиво наверное второй тюльпанчик я поставлю сюда а третий между ними вот так вот будут у меня возвышаться да причем я их буду ставить немножечко на разном уровне этот у меня будет без листика и вот этот вот здесь отлично отлично девочки как у вас обстоят дела с пасхой поделитесь пожалуйста уже совсем немножечко осталось дней потерпеть как говорится поработать потом немножко отдохнем там пойдут уже выпускные но это ближе к концу месяца вот но готовится не знаю меня как-то выпускные не очень хорошо идут у меня вот лучше день учителя выпускные что-то как-то у меня они как-то у меня изначально не пошли да у меня и форма особо нету нет букета конечно заказывают но по сравнению с днем учителя это конечно не сравнить вот пасха пасхал вроде ничего так прошла кстати да и все у меня уже завтра по моему я последний отдаю заказ и все из пасхой я уже отстрелялась вот так что буду немножечко по свободней и поснимаем с вами какие-нибудь видео с букетиками что-нибудь такое расскажите пожалуйста что у вас к пасхе лучше всего шло у меня как-то год на год не приходится у меня один год вроде яйца хорошо шли в этом году как-то не очень зато цыплята недавно ну как недавно перед пасхой я приобрела форма цыпляши от хобби форм вот так что она у меня отработала перепелиные яйца да это конечно хорошие такая вот хорошая добавочка и в букеты и в наборы вот как-то вот у меня вот знаете что не идет у меня не идет тема хв то есть вот эти вот все надписи куличи вот ну всякое всякое такое вот именно с такими вот как бы надписями то есть какие-то мультяшные да вот эти вот цыплятки зайчики в этом году вроде даже котятки были вот так что интересно вот такая знаете как вот как говорится до церковная такая тема как-то у меня не очень она идет как говорится это не моя целевая аудитория вот расскажите что что у вас лучше всего заказывают или у вас тоже так же как у меня год на год не приходится так с этой частью мы закончили теперь мы установим мускарики вот такие три штучки давайте как-нибудь мы их вот это наверное самый длинный я их поставлю его вот сюда самый верх вот этот толстеньким пускай будет посерединке и как и пойдет на убыль и вот так думала еще не забудки сюда добавить а вот что-то мы как-то не не сговорились на незабудки по незабудкам сейчас я вам покажу по незабудкам у меня хорошо чашечки заказывают вот такого вот плана но чашечка еще пока не доделана принципе как раз вот тоже да вот их сюда тоже можно было и так же желтенькая серединка да вроде как перекликается а вот что-то как-то не понравилась она моей барышни так ну что мы будем птичку вставлять так и какую птичку так или так куда ее нам лучше вот наверное сюда а сюда на какой-нибудь цветочек с вами вставим или этот цветочек или у меня есть смотрите вот такой вот клевер о давайте наверное вот так куда мы сделаем так розовый розовый вообще не к селу не городу надеваем птичку да как будто так она до выглядывает отсюда вот и сюда тогда поставим где-то у меня еще желтый был клевер чего-то чего-то нет оранжевый есть как-то у нас будет смотреться нет пускай будет чисто беленький вот такой вот я его так кстати и поставлю то есть я его разрезать не буду и задам ему угол наклона так чтобы он смотрел у меня снизу вверх не бойтесь использовать горячий клей в этом нету ничего такого просто кто-то из девочек однажды говорил что нет там я зелень в сажаю только на шпажки ну а по сути а какая разница но будет у вас вот это вот веточка на шпажке вставлено в наполнитель или приклеена то есть если человек какой-то будет разбирать да эту композицию ну так и какая разница но хорошо будет будет шпажка или будет приклеена но все равно все это пойдет на выброс этот наполнитель ну или да только в том случае если куда-то человеку например понадобится это зелень но я не думаю что это будет куда-то практично использоваться вот поэтому да я приклеиваю я приклеиваю либо сажаю на шпажки то есть ну как бы я не вижу в этом ничего такого не хорошего поэтому если вам удобнее приклеить особенно вот когда вот маленькие какие-то композиции бывает то что ну вообще туда никак не подлезть конечно когда букет большой тогда зеленушку там на шпажку или нам на ту же проволочку и вставляете внутрь букета а бывает то что вот видите вот ну что это букетик да такой совсем маленький вот тогда тогда тут вот конечно идет клей хочется чтобы букетик какой-то растрюк уж был сейчас что-нибудь такое посмотрим посмотрите меня такая вот есть светленькая беленькая зелень так я ее обрезаю потому что она слишком длинная делаю прокол в наполнителе чтобы она лучше держалась так и куда-нибудь вот сюда вот она будет у меня продолжением мускарика вот этого внизу она будет зафиксирована отлично какую-то нежность да такое придает получается вот это вот беленькая смотрите кстати я ее разрезала пополам и вот эту веточку тоже можно использовать сажаем нее на шпажку на шпажку или на проволочку обрезаем и куда-нибудь от клея обязательно убирайте все вот эти вот волосики такие букетики вот как раз на пасху у меня лучше всего идут то есть вот маленькие такие нежные и очень любят птички птичек то есть они как вот оживляют мне кажется любой букетик можно сюда еще скворечника например отца панели поставить вот будет вообще замечательно кого-то знаете это скворцы прилетели а кстати я в этом году мне не в этом в том в том который был год я обратила внимание что снегири оказывается не улетают летом я летом живу на даче и очень много кстати снегирей прилетают покормиться чем-нибудь червячками я всегда считала что они куда-то на зиму улетают потом вычитала что они не улетают а в лесах селятся в лесах и как говорится там до зимы пережидают вот они оказываются то есть ну как то ли я не обращала раньше внимание но вот как то так интересно что лето у нас снегири прилетают вот смотрите такой получается букетик единственное что вы здесь вот как-то пусто сейчас я сюда что-нибудь добавлю все с этим букетом будет закончена очень быстренько собираются так они миленькие такие симпатичные вообще за вечерах можно наделать очень много все вот смотрите как нигде ничего не видно они наполнители ничего вот такой вот нежный букетик у меня так ну и давайте раз значит чтобы они были похожи но не похожи давайте тогда такое же положение мы сделаем и у 2 букета ну то есть точно так же будет у нас птичка располагаться только здесь будут тюльпаны а там будут вербей ники так сейчас я вам куда-нибудь его поставлю на видное место а 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 ну вот и все второй букетчик у меня тоже готов заказ готов и видео готово вот так вот быстренько я сегодня отстрелялась два похожих букета и в то же время разные букеты огоньки напишите пожалуйста мне просто даже само интересно какой вам букет понравился больше мне наверное больше тюльпанами понравилось хотя вербей ники своим видом дополняют серединку нарцисса но наверное все таки тюльпаны напишите пожалуйста мне просто интересно на сегодня у меня все большое спасибо что посмотрели это видео и были сегодня со мной я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok